Основная часть строительных работ на дороге Бишкекра-Болта закончена. Остались участки в Соколукском районе, сообщают в Министерстве транспорта. По информации ведомства, большинстве сёл ещё не проложены тротуары вдоль дороги. Освещение на трассе также пока не установлено, но уже отремонтированы и установлены подземные переходы и построены шесть мостов. Сообщается, что подрядчик China Railway к настоящему времени уложил 41 километр асфальта из запланированных 45. Кроме этого, в этом году начнутся строительные работы по дополнительному семикилометровому участку. «Своей дороге она имеет техническую характеристику 1Б. То есть, там будет четырёхполосная дорога. В населённых пунктах она будет шестиполосная. И нагрузка на ось будет один с половиной тонн, что больше, чем до того, как была дорога, как предыдущая дорога, которая осваивала. То есть, ранее эта дорога была двухполосная, что создавало проблемы для проезжей части и вообще для транспорта. Сейчас проезжаемость трассы намного увеличится, что также положительно повлияет на экономическое развитие региона, также положительно повлияет для людей, которые смогут уже более свободно перемещаться в этом регионе». Изначально планировалось, что дорога будет построена к октябрю 2020 года, но эпидемия коронавируса и трудности технического характера внесли коррективы в сроки строительных работ, объясняют в Минтрансе. По информации ведомства, на процесс работы повлияли и другие факторы. Среди них задержки в вопросе отвода земли под карьеры, затруднения в определении участка земли под строительство камнедробильной установки. «Подрядчик начал укладку асфальтобетона. Местное население пожаловалось, что у них в домах пошли трещины. И поэтому пришлось менять технологический процесс, менять вот эти катки большие на более-менее мелкие. И проходимость у них уже должна была больше по сравнению с предыдущими. Поэтому вот этот вопрос, кроме того, при проектировании Бишкек-Карабалты, этого участка, не учли то, что там есть линии провода провайдеров наших, это телекомы и других провайдеров». Тем временем эксперты отмечают плохую организацию безопасного движения во время строительных работ. Член общественного наблюдательного совета при Минтрансе Талан Садагбаев считает, что к проекту нужно было подготовиться тщательнее и изучить участок детальнее. По его словам, для удобства граждан подрядчику было необходимо предоставить альтернативную дорогу для объезда, чтобы строительные работы проходили более организованно и не причиняли неудобств. «Я считаю, проект тоже не очень хороший, потому что наше общество делает замечание, что когда есть мост, никуда. Ну там ни водотоков, ничего нет, прям напротив дома трансформатор стоит, там, но запроектирован может. Хотя можно было бы, наверное, думать, какие-то более дешёвые методы применить. Вот эти вещи, вот сейчас анализ должен быть, очень чёткий анализ должен быть». Реконструкция дороги Бишкек-Карабалта началась в 2017 году. По официальным данным, общая сумма проекта составляет 120 миллионов долларов США и строится за счёт Азиатского банка развития. Из них 65 миллионов долларов выданы в кредит. Средняя стоимость одного километра дороги оценивается в полтора миллиона долларов.